Нам понадобится лента шириной 2,5 см, ножницы, зажигалка или свечка, пинцет, можно пользоваться косметическим или специальным. А также клеевой пистолет или обычный клей-момент. С таким арсеналом брошь-заколку можно сделать за 20 минут, дольше ленту выбирать. Анастасия Буслова взяла по моде в крапинку, нарезала на 26 отрезков, каждый в 7 см длиной. Их нужно сложить в лепестки и опалить. Несложный процесс девушка захотела освоить после выставки «Аллеи мастеров» 4 года назад. Я пришла домой, полезла в гугл, посмотрела, как это, что делается, попробовала, у меня получилось. Я начала делать кому-то для друзей, для себя. Тогда у меня еще был длинный волос, поэтому я могла сделать себе резинки, заколки, ободки. Заколки и ободки в технике канзаши можно мастерить из атласных лент или тканей. Важный нюанс – количество рядов лепестков. Их с помощью клеевого пистолета можно делать сколько угодно, главное – не меньше трех. Мы закончили первый ряд и переходим ко второму. Клеим лепесточки между двумя предыдущими в первом ряду. Невеликий труд для Анастасии – медитация. Мастерить брошки она любит так же, как вязать. За спицы берется в холодное время годом, летом – за ленты и клеевой пистолет. Получившееся подарит подругам или родственникам и получает презенты в ответ. Для семьи это, наверное, хороший выход в плане подарков на всякие праздники, на Новый год, день рождения. Так как мне можно подарить сертификат в магазин рукоделия. С какого-нибудь отпуска мне можно привезти материалы, ленты. С пряжей тяжелее, там нужно подбирать. Но в основном мне привозят ленты всякие, серединки, стразы. Традится рукодельница на заколки и ободки. Крепят к ним ленточный венок опять же с помощью клея. На него садят и любую милую взору сердцевинку. Готовая заколка служит хозяйке бесконечно долго, если она аккуратна и не попадает под дождь. Мария Селезнева, Анастасия Никитина, Денис Лугов. Программа «Город».